здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья с вами светлана и сегодняшнее видео ой вот это вот будет видео врагов я себе наживу миллион и тележку но если благодаря этому видео я спасу хотя бы одного деда мороза или одну снегурочку то это наверное того будет стоить я наверное расскажу как не реставрировать советские подставочные фигуры насмотрелась я ужастиков в интернете на ютюбе фильма под громким названием реставрация деда мороза или реставрация снегурочка массу где-то когда-то под одним видео я прочла такой комментарий кровь из глаз и подумала что лучше комментария и не оставить как издеваются над этими фигурами что чудят что творят как совершенно изменяют форму и характер этих подставочных фигур это не в сказке сказать не пером описать великие реставраторы вы хотя бы прочли литературу тридцатых сороковых годов где подробненько подробненько описывается как их делали какие материалы применяли какие клеящие вещества чем посыпали их действительно для блеска посыпали стеклянной пудрой я помню когда-то был такой канал он недолго просуществовал там девочку затюкали его в общем потом создали фальшивые и аккаунт ну в общем во всяком случае там когда-то что-то было о поставочных фигурах или просто ватных игрушках и я позволила себе немножечко исправить автора и написать что не употребляли слюду а употребляли стеклянный порошок как пролетела одна блогерша умница как меня затюкало как меня затюкало вот ну а потом прошло время и она уже в своих видео не говорит слова слюда а подчеркивает что посыпали снежком со стекла вот так вот ребята запомнила я это ну ладно я человек не злой просто у меня память хорошая так вот что же наши горе реставраторы делают вот например дедушка мороз в таком плачевном состоянии как мой помните я снимала видео с распаковки и назвала это моим огромнейшим позором я не заметила при покупке что он весь был обклеен весь вот вот тут вот варежки все 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 впереди и сзади это все и шапочка все это было обклеено бумажными полотенцами что я начала делать первое что пытаюсь конечно снять этот злосчастный слой бумажных полотенец в некоторых местах смотрите великолепно мне это удалось это как-то легко отошло смотрите а вот здесь вверху тут у меня уже проблемки я наверное попытаюсь чуть-чуть это смочить и посмотреть может быть это позволит мне безболезненно снять вот эти вот полотенца что касается вот здесь опушки и варежки полностью легко все это снялось из этой варежки тут вот не удалось получился маленький надрыв значит здесь клей постав дальше поступил микро часть осталось я ее легонечко иголочкой все-таки попытаюсь снять давайте посмотрим как этот дед мороз вообще устроен внутри он у нас такой вот богатой рубахи посмотрите сейчас покажу он какая рубаха шаровары но сейчас мы распахнем его шубку и что увидим оказывается рубах это вот такой вот только лоскуток смотрите только впереди точно так же сделаны штанишки вот только впереди приклеен этот лоскуток бумагой ткани а дальше все запахивает шуба и мы не видим что наш дедушка мороз он полуголый внутри конечно все уже знают здесь вот этот вот деревянный деревянный каркас и смотрите как сделаны его вот эти вот ватные валенки это просто вот сухая подчеркиваю сухая намотанная вата в случае этого дедушки мороза это вата даже не пропитана ни клеем не клейстером почему я потребила слово клей оказывается мало кто знает все клейстер 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 а изготовляя советские елочные игрушки том числе и подставочные фигуры знаете что использовалось силикат натрия который растворялся в теплой воде пропорции один к пяти потом конечно же крахмал всем нам известный клейстер агар-агар тоже использовался и бралось три листка на литровую кружку теплой воды агар-агара вот так вот и даже вишневый клей я когда прочла про вот этот силикат натрия но это канцелярский клей первое что я подумала думаю как же так он же со временем желтеет читаю дальше а дальше написано смотрите что написано что для сохранения белого цвета ваты к раствору клея следует добавлять ультрамарин или синей они линовые сини они линовые краски только жалко что не написали сколько там капель капать но это можно методом научного тыка на каком-то лошкутке вот ваты использовать разную концентрацию силикатного клея из с добавлением вот ультрамарина или синей они линовой краски и вот как написано в книге 1937 года это делалось во избежание пожелтение потемнение ваты это раз что делают а давайте еще шубку этого деда мороза рассмотрим вот она меня удивила потому что когда я стала здесь снимать этот злосчастный слой бумажных вот этих вот полотенец это даже не салфетки а полотенце снять вот так вот безболезненно как это получилось вот здесь на опушках и на рукавичках не получалось потому что эти полотенца они прям приклеены к гофрированной бумаге я снимаю а ну конечно вот снимается с верхним слоем а тут вот гофрированная бумага она здесь на этом дедушке в два слоя значит снималась это конечно все с первым слоем и иногда вот смотрите даже терялся и второй слой притом это смотрите она как дубина вот клей тут такой вот вот ломаешь его просто ну слышите это полпу просто вот тут бы такие вот дубины но все равно я это снимаю и думаю сейчас это что кто-то снял начале ватный слой а потом на то что было по 2 то и значит на эту гофрированную бумагу наклеил полотенца или как но потом присматриваясь к рукавам это четко видно есть вата а потом слой гофрированной бумаги а где же вот этот вот слой двое дед мороз какой-то загадкой думаю как же понять как же понять каким он был изначально youtube в помощь стала я смотреть искать все деды морозы и у одного продавца нахожу в предложении вот такого вот деда мороза только в состоянии практически люкс и представляете именно эта модель деда мороза была сделана в двух технологиях вот здесь всеми нами известная вот такая вот корочка и потом посыпалась этой стеклянной пудрой а вот шубка сама и рукава были сделаны из гофрированной бумаги и потом это гофрированная бумага вот так и оставалась матовая ничем не покрывалась ничем не блестела думаю вау так я же смогу легко и просто все это исправить потому как гофрированная бумага у меня есть вот современная но она конечно кажется такая белая белая вот но дед мороз же тоже когда-то был белый и не теперь стоит только выкроить из этой бумаги шубку все это во внутрь камера покажи куда мы будем запихивать вот сюда мы все вот так вот расположим подошьем они подклеим все это было у этого дедушки мороза прошито я вам потом покажу ну в общем вот так вот и он будет как новенький а самое главное с применением тех же материалов из которых он был изготовлен первоначально это вот современная гофрированная есть у меня маленький лоскуток старой гофрированной бумаги но его наверное будет недостаточно наверное а точно узкая полоска потому что это один рулон делили на три человека но вот так вот это вообще идеального было потому что даже несколько и эта бумага уже потемнела если мы уже находимся с этими шубками боремся смотрите что я придумала это конечно реставрации назвать нельзя ни в коем случае это легкий простой способ как обновить шубку такого деда мороза который вот и шубка и все вот сделано вот в такой способ потому что многие даже думают что вот этот верхний слой что это бумага это не бумага это вата но просто она пропитана или клейстером или силикатным клеем кстати чаще использовали силикатный клей они клейстер так вот если вот в основном же все фигурки как сделаны что вот вся фигурка вот имеет вот такую вот не консистенцию а боже ну как это правильно сказать ну в общем вот так вот она исполнена что вот верхний слой такой вот как бумага как бумага как бумага и тогда я подумала потому что чтобы создать вот это вот что делалось во первых если корпус тоже был из ваты то первое что это все было сухая вата в начале из больших вот этих вот кусков ваты полностью форме формировалась фигура то ли как она называется снегурочка то ли дед мороз из сухой ваты просто как из пластилина формировалась нигде ничего не промазывалась все было сухенькая сухенькая вот когда сформировали полностью фигуру которую нам нужно то ли деда мороза то ли снегурочки то ли какой-то ватной игрушки тогда вот только верхний слой вот этот верхний слой только его легонько-легонько пропитывали вот именно или силикатным клеем или клейстером или агар агаром причем употребляли для этого друзья широкие кисти я подготовила чтобы между никто претензий не предъявлял вот в одной из книг это только я не помню книга 44 или 37 года где указано что нужно применять вот эти вот кисточки широкие где-то где-то здесь было посуда инструменты описание кисточки дальше а вот рисунок был на странице выше значит кисточки должны быть вот такие вот лучше всего чтобы она была вот таким вот веером должна быть большая крупная веерообразная кисточка не мазюка им вот таким вот несчастьем не заливаем эту игрушку клейстером или клеем не делаем так что вначале будут на столе там что-то валик сделали потом этот я говорю вот об этих например валиках на рукавах или где-то это все заливается это все капает течет это все потом сюда это лепится опять какой-то слой опять это все мажется мажется все это делали не так вначале сформировали фигуру сформировали скажем вот эти вот манжеты все они сделаны сухими сухенькие все это подворачивается делается и только тогда вот верхний этот слой вот только тогда легким как говорится движением руки наносили вот этот клей клейстер все что угодно при том вот в этих книгах старых написано чтобы этот клей клейстер или клей они должны быть такой консистенции чтобы кисточка легко легко свободно скользила по верхнему слою ваты чтобы нигде это вата не цеплялась не зацеплялась чтобы это было тонким ровным слоем не нарушая вот этой гладкой конструкции клейстер не используем для того вот как некоторые делают льют его и льют гладят и гладят гладят и гладят вот именно потому что он у них скорее всего очень густой он должен быть настолько не густой чтобы вот легким движением руки когда мы проводим создавалась вот это вот тончайшая корочка которая потом как бы как вид этой самой вот как будто бы это бумага что-то я еще хотела сказать так пропит кисточке сказала как я вот это вот буду к счастью легко и просто наносить просто вот выкройку что называется шубки но много же есть игрушек а вот этих вот подставочных фигур которые сделаны все вот вот таким вот способом да что вот легкий слой клея или клейстера и потом наносим блестки но не каждый же такой мастер правда в мастер-ломастер чтобы с этой ватой справиться вот здесь конечно когда я все вот это вот очищу вот эту вот беду попытаюсь как-то до максимально очистить что я сделаю ни в коем случае я не буду вот это вот отрывают рвут как обезьяна газету это конечно уходит с массой ваты это все в таких каких-то клочках неизвестно что потом на это лепят вату мазюкает ее мазюкает мазюкает оно все в буграх каких-то непонятно вообще в чем короче мама хавайся как я это буду делать ни в коем случае не называю это реставрацией но это самый мне кажется безболезненный способ а самый главный способ который позволит мне и может быть вам сохранить форму потому что я насмотрелась миллиарды этих фильмов на ютюбе и после всех этих горе реставрации практически ни один дед мороз ни одна снегурочка не сохранили свои первоначальные формы и свои первоначальные пропорции всего это какой-то типа я упала сама спала тормозила головой потому что но не такие все мастерицы чтобы вот так вот идеально создать такую ровную гладкую правильную форму этих опушек этих шапок срывают эти шапки до корней потом значит делают вот тут вот такие колбасы колбасы наматывают вот такой толщины получается шапка люди добрые можете меня ненавидеть но я сегодня наболела наболела но так насмотрелась что называется кровь из глаз так вот что сделаю я когда вот это вот сниму вот попытаюсь эти салфетки я возьму тоненький 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 длинненький длинненький конечно так чтобы этот кусочек ваты был от сель до сель чтобы это было так как делали когда-то не не из так что вот тут подмазала потом взяла прилепила подмазала там долепила подмазала нет я так не буду делать потому что так тогда не делали это один был единственный валик ваты вот так вот он шел этой один единственный кусок поэтому я возьму такой длинный кусок но тоненький тоненький максимально тоненькие ребятишечки что просто вот эту вот желтизну и там если где-то будут вот какие-то порезы порывы это вот прикрыть и таким же вот тонким тонким определенной консистенции клеем это покрыть благодаря этому я сохраню и размеры и пропорции и форму и все никакого художества ребята не рвите вы эти игрушки как обезьяна газету вот когда будет нанесен этот тонкий слой нужно будет же сделать вот эти вот пупырышки да они кстати делаются очень просто и когда вот это будет еще влажная просто возьму и вот так вот это иголочка делается вот так вот выдергивается чуть-чуть вата и вот так вот дерг дерг и будут вот эти вот пупырышки и все не надо обдирать это до живого страшно смотреть страшно думать я показал как он внутри устроен он же у нас полуголый этот дед мороз смотрите рубаха а распахнем шубку а он-то друг у нас полуголый это вот только такие вот лоскуточки впереди ну и видим что вот там он сделан тоже из гофрированной бумаги вот весь его корпус посмотрите до штанишек вот и есть вата второго сорта она вот есть только вот здесь вот на спинке а здесь шуба на распашку вот удивительный дед мороз потому что вот именно здесь было только исключительно гофрированная бумага так смотрите о кисточках я сказала а силикате натрия как его разводить и все остальное что добавлять чтобы он потом не желтел сказала о чем-то я еще хотела сказать но наверное а роспись глаз губ румяны щеки тра-та-та как это делалось где-то у меня была маска а маска окрашивается вот маска окрашивается беличьей кистью тельным тоном до полного покрытия по сухой поверхности производят роспись глаз губ и румянит щелки слегка подрумянивают нос глаза расписываются в следующем порядке сначала белки белилами зрачки кружек коричневым или голубым губы киноварью или киноварью с разбилкой это вот чтобы нанести румяна берут вату свертывают круглый тампон обертывают в марлю и насыщают сухой розовой краской краб положим или крапи розой боже какие слова вот иначе движениями там на щеках оставляет этот румянец я знаете о чем вам еще не сказала есть такие вот дедушки морозы у которых расписано шубка там какие-то вот полосочки такие дай там румбики квадратики все остальное так вот эти ой пардон эти узоры не наносили с кисточкой а для этого где-то не было бумага существовали друзья просто трафареты разные а трафареты изготавливаются из дерева из резины из бумаги из чего угодно и вот прикладывали трафарет и потом красками поэтому эти узоры такие четкие геометрические а еще вот эти вот узоры на шубках дедов морозов наносились тычком что такое тычок это вот такой вот брусочек дерева кстати каждая хозяюшка или хозяин может себе такое что-то выстругать и вот такой тычок заканчивался ли под просто была круглая палочка или палочка где на конце был вот такой вот треугольничек или там квадратик до был у нас такой тычок этот тычок мы макали в сукунку сукунка это я подозреваю помните вот такие вот прямоугольные подставочки туда вливались чернила и вот макалась печать да и потом ставилась печать вот точно таким же способом и наносился узор при помощи . сукунку наливалась краска скажем красная да потом тычок макали и потом уже на деда мороза или на снегурку наносили друзья узор поэтому если вам нужно обновить возобновить рисунок на шубке деда мороза то помните о трафарете или о тычке тычок очень легко и просто можно сделать и вуаля и все готово самое главное это как в клятве гиппократа не навредить потому что но так и сбываются так издеваются над этими дедами морозами над этими снегурочками особенно когда вот ну просто разорвала его подчеркиваю к обезьяна газет потом начала делать сделала шубка была до полу стала такая какая-то куция запахнуто было вот вот так вот сюда сюда переме ну в общем о чем я вам рассказываю вы все это видели самое главное не навредить ноу-хау я же вам не рассказала о своем ноу-хау смотрите представьте себе то есть лед бороз вот весь такой вот да вот весь пропитан и она же как бумага ну не знаю я еще не повала получится ли ли мне такой гладенькая главника такой вот идеальненькая идеальненько а вот так и себе если вот это вот взять и пупырышек и он весь такой вот здесь пропитан вот или клеем или клейстером. Что я придумала? Берем, друзья, вот такую вот бескислотную бумагу. Я ее пожмакала хорошо, пожмакала, пожмакала. Потом взяла и даже вырезала на скорую руку, типа выкройки. И смотрите, вам не надо мучиться. Сюда, конечно, подправим все аккуратненько, да? И подошьем, потому что здесь ничего не клеилось, здесь все прошивалось. Вот так, вот так вот выкройку, да? Вот так, вот так вот сделаем выкройку. Вот так она пойдет. Вот так впереди. Вот впереди мы все это правильно, как это было, заправим, 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 заправим. Подошьем. 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 Ну, это же так на скорую руку вам показываю, да? И вот здесь все вот это вот мы заправим, да, вот тут вот все заправим, это же у нас тонкий слой ваты, уже беленькая, и все, дружочки, я специально так пожмакала, чтобы она не была такой идеально гладкая, можно попробовать, где у меня-то бумага, где бумага, вот, и более гладкую, может, более гладкая даже лучше, надо посмотреть, и потом эту бумагу покрываем легким-легким-легким слоем силикатного клей, посыпаем стеклянной пудрой, и все, форма сохранена нашего Дедушка Мороза или Снегурочки, все в идеале, мы ничего не уничтожаем и не делаем этих мерзких художеств, которые некоторые называют реставрацией, ну, как-то так, друзья, на пока-пока буду спасать своего Деда Мороза.